друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал о маркет составлять вопросы если они есть и касаются перспектив какого-то инструмента на финансовых рынках и не забывайте ставите лайки ну что ж сегодня у нас первая сессия недели мы безусловно будем дальше держать руку на пульсе я буду копаться в во всех новостных сводках и на брифингах доносить вам самую актуальную информацию ну а сегодня давайте посмотрим чем мы работаем формате как бы наследие прошлой недели и на что мы сейчас можем настраиваться в плане динамики финансовых активов друзья сегодня в 18.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар правильный понедельник мы там разбираем тенденции основные тренды сегодня очень много будет сказано про то что может произойти с американской валютой с золотом если эти активы у вас интересуют найдите на время подключитесь сегодня к прямому эфиру повторив 17.00 по московскому времени ну что же давайте вкратце пробежимся по тому что сейчас есть на рынках начнем с черного золота бренд 4470 70 прошлой неделе я в короткой оппозиции поскольку отношусь к лагерю трейдеров считающих что ни в коем случае сейчас не нужно недооценивать проблематику более низкого спроса который остается подавленным из-за пандемии из-за таких очень мрачных отношений между а сша и китаем последний новостной фон как вы помните это опять же решение трампа существенно ограничить операции инвесторов с китайскими компаниями дикток и вичат уже доподлинно известно что американская комиссия по ценным бумагам получила директиву от администрации американского президента чтобы проработать дополнительные более жесткие требования для тех компаний из китая которые прошли листинг и которые планируют собственно это сделать в ближайшее время я думаю что между строк все это можно опустить и сказать что у комиссии и у белого дома есть конкретная установка сейчас и желание выжать вообще китайские компании с американского рынка риторический вопрос традиционно в студии как вы думаете как это скажется на отношениях между сша и китая я думаю что они станут до невозможности плохими это значит друзья то что как и ожидалось ранее мы вернемся к торговой войне между ведущими локомотивами всей мировой экономики и будем находить в этом еще один тормоз для мирового экономического восстановления ну и разумеется для спроса на углеводороды повторюсь друзья что есть предварительные цифры о том что даже в этом месяце спроса не будет поспевать за предложением примерно на 700 тысяч баррелей в следующем месяце в сентябре расхождение может превысить уже 2 миллиона баррелей в сутки на нефть также давит решение савдовской аравии снизить отпускную цену для партнеров с сентября как вы помните с августа еще обступили в силу измененные условия сделки аналитического пакта в результате страна опека теперь добывают гораздо больше нефти я понимаю что может этот новостной фон не настолько крут чтобы пересилить чрезмерно рыночный оптимизм и ставку на то что мировая экономика будет от свести и пахнуть дальше но все-таки я остаюсь гипер реалисты друзья в этом ключе и считаю что рынок нефти чрезмерно выкупили уже последнее время поэтому я искал возможность для продаж открыл вот шорт и буду сопровождать эту сделку рассказывать о своей торговой активности если вам интересно но не нужно меня переубеждать о том что на рынке черного золота все замечательно если вы считаете что спрос напротив будет расти опережающими на темпами чем предложение то тогда вам нужно открывать длинные позиции но знаете я особо такую позицию не поддерживаю что касается индекса американской валюты 9330 в пятницу вышел отчет по нон-фарм пэрлс лучше ожиданий прогнозов миллион семьсот шестьдесят три тысячи новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора прогноз был миллион шестьсот и уровень безработицы сниться с десяти с половиной до десяти и двух процентов это стало какой-то отдушиной для доллара мы видели локальный перехват инициативы и индекс американской валюты развернулся ну ладно статистика переварена уже нами мы снова сфокусировались на том как продвигаются переговоры по новому пакету фискальных стимулов между республиканцами и демократами на прошлой неделе очевидно стало что и республиканцы и демократы не смогли найти общий язык компромиссы и зашли в тупик это опять же стало топить уже позиции американского доллара и вот события я думаю что новость молния она пришла еще в выходные на финансовые рынки но отработать ее пока что не было возможности сегодня опять же с открытия рынков эта возможность появилась и я настраиваюсь на то что рынки раскачаются опять же дальше в ходе торговой сессии трампа в обход конгресса все-таки принял решение еще один принять пакет фискальных стимулов прежде всего нас интересовало то что будет обстоять как будут обстоять дела с повышенными пособиями по безработице раньше собственно это повышение составляло 600 долларов на опять же каждого безработного сейчас речь идет о повышении в 400 долларов но не так как хотелось может быть демократам но все-таки хоть что-то по идее друзья это позитивный момент ведь деньги пошли экономики эти деньги дали но а доллар сегодня демонстрирует вялую динамику то есть если бы доллар сегодня отреагировал активным ростом я может быть также задумался бы о том что с этой валюты может произойти дальше ведь вроде бы как позитив на рынке появился но индекс американской валюты не растет это еще одно доказательство того что мы своего рода не добили еще друзья минимальные уровни по индексу американской валюты и эти уровни уж точно находится плоскости 92 пунктов по индексу доллара и ниже соответственно рекомендую держать короткие позиции пока эта цель не сделано по золоту с этим мы сохраняем ланги да откатили в пятницу это было логично поскольку он не одна как уже неоднократно подчеркивалось с моей стороны мощная трендовая динамика не может быть однонаправленно поэтому доллар чуть восстановился это стало причиной коррекции для золота но в целом тенденция остается прежней вы просто задайте себе вопрос изменилось ли что-то вот за последние торговые дни прошлой недели неужели улучшились отношения между сша и китаем я уже отметил что это не так они стали еще хуже неужели мы перестали говорить о пандемии это не так друзья неужели американские облигации ни с того ни сего стали показывать более высокие доходности нет посмотрите где находится реальная ставка по десятилеткам в целом где находится десятилетние облигации на исторических минимумах и плюс ко всему ничего не случилось инфляционными рисками они по-прежнему окутывают мировую экономику это угроза самая настоящая потому что мировые центральные банки не собираются отказываться от беспрецедентных мер экономического стимулирования поэтому по золоту я рекомендую присматриваться и вообще в принципе уже это давно нужно было сделать находиться в лангах и ставите на ближайшую цель 2100 долларов за унцию если что-то изменить я безусловно расскажу но пока что вероятность этого крайне низко евро против доллара в связи с тем что ожидаем возобновление распродаж по доллару только вверх и цель прежняя 120 фунт против доллара поскольку банк англии не дал нам возможность зацепиться за перспективы увода ставки ниже плинтуса то есть ниже нулевой отметки значит нет причин сейчас ставить на распродажи фунта тем более что нет новостей по brexit да и рынок как-то нейтрально относится к этой тематике сейчас значит для фунта также как и для евро будет только одна движущая сила это доллар друзья поэтому по фунту тоже вверх и переписи прежних локальных мартовских максимумов выше отметки 1 32 и рынок криптовалют сегодня ликуют крипто энтузиаста биткоин взял сопротивление 12 тысяч возможно за последние минуты курс откатил но вот прежде чем выйти к вам друзья я видел котировки были 12 тысяч 30 долларов наша цель как вы помните мы его поставили еще много месяцев назад 12 с половиной тысяч я думаю что до этого уровня мы точно доберемся друзья на этом все большое всем спасибо за внимание и хорошей вам торговой недели всем пока